Это программа День с Толком в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. До 35 метров в секунду метеорологи предупреждают об ураганном ветре в Алтайском крае. 5 дорог и 40 приусадебных участков. Частично подтопленный уровень воды в Затоне продолжает расти. Накал страстей почти тысяча юных дзюдоистов боролись за звание лучших в Сибири. Несколько жутких дорожных происшествий произошло на выходных. Одно из них случилось на Чуйском тракте с 27-летней девушкой. Она ехала со стороны Барнаула на автомобиле Тойота Креста. На шоссе в Черепановском районе пошла на обгон, но по итогу не справилась с управлением и угодила под больший груз. По данным отдела пропаганды, ГИБДД Новосибирской области начинающий водитель родом из Алтайского края получила травмы разной степени тяжести. Доставлена в больницу. Пострадавшая находится в ЦРБ Черепанова. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и, вероятно, перелом бедра. А в селе Табуны 25 мая загорелся пассажирский автобус. Сообщается, что во время происшествия в автобусе никого не было. Судя по этим кадрам, транспорт получил значительные повреждения. Причины возгорания уточняются. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю задержали троих нарушителей границы с помощью авиации. На нарушителей возбудили уголовные дела. Также с применением авиации удалось привлечь к административной ответственности более 200 нарушителей пограничного режима. Наложено административных штрафов на сумму более 86 тысяч рублей. И все это стало итогом оперативно-профилактического мероприятия «Заслон-2024» на российско-казахстанском участке границы. Это масштабные учения, в которых помимо ФСБ принимают участие сотрудники МВД, Минприроды, местные власти и даже население. Местное население и члены добровольных народных дружин оказали активную помощь в мероприятиях и приняли непосредственно участие. При участии членов добровольных народных дружин выявлено 33 нарушителя административно-правовых режимов. К другим темам. Критическую отметку превысила ОПИ в районе Барнаульского Затона. Там за выходные подтопило несколько десятков приусадебных участков. И вода, по прогнозам, в ближайшие дни продолжит пребывать. Насколько критичны подтопления и готовы ли люди к ним, узнавала моя коллега Мария Костылева. В Барнаульском микрорайоне Затон продолжает подниматься уровень воды. На сегодняшний день он превысил критическую отметку на 6 сантиметров. Судя по прогнозу, регион ожидает неделя дождей. Это значит, что вода будет только пребывать. И пребывает. Так, всего за два дождливых дня в микрорайоне частично подтопило 40 приусадебных участков. Местные жители, до которых вода еще не добралась, в режиме боевой готовности. Дом немного выше, я же, наверное, по улице. Поэтому, если будет уровень где-то больше 5-86, уже будет затопление этих улиц. Будут затоплены вот эти вот улицы. Засыпали, отсыпали участки. Все. Ну, участок приподнял нормально, сейчас вроде. Терпим. Между тем, синоптики Алтайского гидрометцентра говорят, прогнозируемый уровень верхней отметки воды остается на уровне 590 сантиметров. Сейчас в цифрах она на уровне 566. Также метеорологи не исключают стабилизации ситуации. Все зависит от погоды. Все будет зависит от объема сосадков, которые выпадут сейчас в республике Алтай. Если их будет достаточно, то мы можем увидеть дальнейшие уровни, где бегут. Если нам повезет, то, может быть, останемся на этой отметке и начнем постепенно падать. Те, кто живут в Затоне уже давно, в один голос твердят. О приходе большой воды предупреждают каждый год. Но не всегда прогнозы сбываются. Природа непредсказуема. Она каждый год поднимается. А как на случай подтопления будете бороться? Да никак. Водка есть и хватит. Режим повышенной готовности в микрорайоне действует уже 7 дней. За вторую половину сегодняшнего дня, сообщили в гидрометцентре, вода поднялась еще на сантиметр. Мария Костарева, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае ожидается мощный ураганный ветер. До 35 метров в секунду. Об этом предупреждают в гидрометцентре. Многие уже сравнивают надвигающийся шквалистый ветер с ураганом в ноябре прошлого года. Тогда в Барнауле пострадали более 300 объектов. Было повалено как минимум 160 деревьев. 17 рекламных щитов. Повреждены десятки автомобилей. Не обошлось без трагедии. В черте города погибла женщина, которая пыталась удержать крышу частного дома. По словам метеоролога, в ближайшие дни регион вновь ожидает ветер, ливни, грозы и град. Причина встреча теплых и холодных воздушных масс. При этом ожидается похолодание до 3 градусов тепла ночью и 8 градусов днем. Не исключены и минусовые температуры. Выставка-ярмарка «Выбирай свое» приуроченная к Дню российского предпринимательства прошла в Барнауле. Гастрономическое разнообразие, травы, чаи, косметику и не только барнаульцам представили местные товаропроизводители. Какими впечатлениями делились гости мероприятия, смотрите в нашем сюжете. Попробовать шашлык, азиатский плов, молочную продукцию, попить чай с бальзамом или приобрести плетеную корзинку. Это и многое другое барнаульцы и гости города могли сделать на ярмарке местных товаропроизводителей «Выбирай свое». Вот пряник взяли к коньякум, печенье. Как бы нравится вот эта фирма. Вот она в основном на ярмарках, магазинах сильно нет, а на ярмарках приобретаем печенье у них. Набрала продуктов, каких мне надо. То есть все меня устраивает. Люблю весело, людям хорошо, должны люди общаться. Хорошая ярмарка, алтайские товары представлены. Покупаем алтайское, как патриоты края, покупаем, пьем, отдыхаем на Алтае, все делаем на Алтае. И любим Алтай. Участие в мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства, приняли более 30 барнаульских предприятий. Именно на таких ярмарках многие производители представляют новинки своей продукции. Мероприятие очень полезное и важное. Мы традиционно в нем принимаем участие. Мы сюда привозим свою продукцию, чтобы люди могли попробовать ее. Ну, где есть производители, они могут это сделать. Нам очень нравится, что все здесь собираются ради того, чтобы посмотреть свое алтайское. Потому что алтайское на самом деле очень ценное, очень важное. И наша задача это алтайское показывать самым лучшим образом. Кроме того, гостей развлекали творческие коллективы города. Для самых маленьких провели анимационную программу. А везунчики получили подарки на розыгрыше. Мероприятие организовал комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города. У нас на территории города Барнаула более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере предпринимательства у нас сегодня трудится более 143 тысяч граждан города Барнаула. Конечно, рычаги имеются разные. Как бы и у нас на уровне администрации алтайского края. Очень много федеральных поддержек. Также местных поддержек. Очень много грантов предоставляется сегодня и на покупку оборудования, и льготное кредитование, и также всякие информационную поддержку мы оказываем. Отметим, с каждым годом количество предприятий, которые радуют жителей города своей продукцией, увеличивается. В принципе, знакомые бренды. Очень здорово, что ты их видишь в жизни, в обычной, но не понимаешь, что это алтайское. А когда сюда приходишь, гордость берет. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Молодежный образовательный форум АТР продолжает свою работу в Белокурихе. 650 участников из 8 стран и 60 регионов России уже 5 дней подряд работают над реализацией стратегических направлений по развитию Сибири. Ключевая тема фестиваля в этом году – работающая молодежь. О том, что было интересного на мероприятии для этой категории людей, расскажем на примере энергетиков, которые приехали на АТР за получением нового опыта и кадрами. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» подходит к концу, поэтому самое время узнать, чему научились его участники. На примере энергетиков. Интересные стенды представили многие компании, в том числе СГК. Помимо экскурсий по машине аварийно-восстановительных работ, любой желающий мог попробовать на себе страховку, которую используют при ремонте на высоте. Это средство защиты втягивающего типа. Оно предотвращает падение человека. То есть, если человек, не дай бог, срывается, то кремень безопасности человек остается. Падение минимальное. Все желающие больше погрузиться в мир энергетики, в соседней палатке могли отгадать несколько ребусов за полезные сувениры от СГК. Меня осталась в стороне и наша съемочная группа. И вот первая попытка решить ребус. А автомат. Атом? Атом. Правильно. Спасибо. А что это такое? Это пятнашки. Также здесь просвещали по разным элементам системы управления и устройству электроцепи. К примеру, пояснили, что реле служит для защиты системы от перегруза сети. Мы показываем вообще из чего состоит реле, даем списать схему контактов. И также мы показываем, с какими схемами мы работаем. И на самих схемах показываем вот эти реле и как они здесь устроены. Схемы у нас довольно громоздкие бывают, но очень интересно это все рассматривать. Ознакомительную программу продолжила лекция о тонкостях работы в генерирующей компании. Энергетики регулярно нуждаются в высококвалифицированных кадрах, поэтому даже открыли новую специальность в колледже ПреалтГТУ. Это подготовка специалистов по профессии техник-техплотехник по направлению тепловые и электрические станции. Это наш был совместный проект и, к сожалению, в этом году набор только платный для студентов. На базе девяти классов ребята-школьники, выпускники школы могут поступить. Но со следующего года мы планируем сделать квотированные квоты на бюджетные места. Есть и разносторонняя поддержка уже имеющихся кадров, особенно новоиспеченных. Ради этого создан даже отдельный молодежный совет, который придумывает мероприятия и помогает формировать спортивные команды. Есть определенные спортивные мероприятия. Собираемся, участвуем в спортивной команде в различных спартакиадах внутри города, Алтайского края. То есть у нас осенью будет спартакиад энергетиков Алтайского края, где мы примем активное участие. К слову, на АТР молодые энергетики развивали в первую очередь коммуникационные навыки и личностные качества, благодаря которым их рост в профессиональном плане может пойти куда быстрее. Всероссийский рекорд установили в Барнауле 220 семей Алтайского края приняли участие в параде счастливых семей. Мероприятие прошло в парке «Изумрудный» и завершило Всероссийскую неделю семьи. «Живем любовь свою, храня, мы сможем все, ведь мы семья!» Многодетная семья, творческая, спортивная, семья патриотов и мечтателей. Колонны участников парада прошли по центральной аллее парка «Изумрудный», каждая под своим названием. Непременные условия, костюмы и атрибутика. Многие подготовились основательно. Многодетная семья голландских с пяти сыновьями приехала из Первомайского района. А семья патриотов Ждановых из Зареповых, из Барнаула. Они не просто прошли колонны, но и исполнили песню «Катюша», которую подхватили все остальные. «Я ветеран боевых действий. Не один год службы за плечами, 22 года, поэтому мы это чтим и уважаем такие мероприятия и праздники». «Такие мероприятия проходят сегодня во всем Алтайском крае. Всю неделю мы проводили квесты, игры, развлечения, различные круглые столы, встречи с нашими семьями. Но и самое главное, мы были все вместе с нашими семьями, с нашими детьми и отдавали им свою частичку тепла, любви и заботы». Всего в параде приняли участие более 200 семей. Барнаул поставил всероссийский рекорд. Семейный фест отныне станет доброй традицией в преддверии дня. Защита детей. Татьяна Голубева день с толком. Модная площадка отработала в парке Изумрудный. Там, под открытым небом, прошел показ мод. Красотки дефилировали по подиуму, демонстрируя интересные коллекции и срывали аплодисменты зрителей. Подробнее о стильных моделях, их победах и любимом деле в репортаже Валентины Аскеровой. Наряды с кокошником, расписные платья, школьная форма, плащи. В Барнаульском парке Изумрудный юные красавицы показали уникальные коллекции одежды. Вокруг подиума собрались десятки зрителей. Оторвать взгляд от моделей и их красочных нарядов никто не мог. На показе дизайнерской одежды объявили и победителей фотоконкурса «Самая стильная модель», который проводила комсомольская «Правда Барнаул». Жители региона в течение 10 дней выбирали самую стильную девушку в категориях «Мини», «Литл», «Литл Макс» и «Янг». И 45 претенденток к победу одержали 4 модели. Их армии поклонников остается только позавидовать. Победительницам вручили корону, дипломы, призы от «Комсомольской «Правды» и партнеров конкурса. Почему ты растопила сердца зрителей? Потому что я красивая, индивидуальная, потому что я веселая, добрая, отзывчивая. Сегодня ты тоже выступала на подиуме. Поделись своими впечатлениями. Мне было чуть-чуть страшно, но я все страхи убрала и выступила. Вообще я не ожидала, что я выиграю этот конкурс. Были надежды на моих любимых девочек, которые очень сильно меня поддерживают. Когда ты входишь по подиуму, какие у тебя чувства возникли? Легкость, порхание, ровная спина. А в обычной жизни помнишь про ровную спину? Да, я друзья этим и доканываю. Помимо Кати и Арины, еще две модели завоевали корону от «Комсомольской «Правды». Они также делятся эмоциями. На протяжении 10 дней конкурса это просто был непрекращающийся азарт. Мы постоянно следили за рейтингом. И когда я увидела надпись «Конкурс завершен», это просто непередаваемые эмоции. Я безумно рада. На данный момент я планирую участвовать в конкурсе «Мисс Барнаул». И вот участие в конкурсе «Мисс Стиль» — это первый шаг к этому. Когда я хожу, я не чувствую ни волнения, ни страха. Я чувствую то, что я на этой сцене королева. Я иду, и все смотрят на меня. Мне очень нравятся эти ощущения. Почему пошла в модели? Ну, наверное, это мечта с детства. Я всегда хотела быть в центре внимания. Хотела, чтобы люди на меня смотрели. Поэтому и пошла сюда, чтобы более уверенней в себе стать. Модель она как раз это раскрывает. Все победительницы фото-конкурса занимаются в модельном агентстве Татьяны Баевой, которая и организовала показ дизайнерской одежды в Изумрудном парке. Юные модели говорят, что их педагог и наставник ежедневно вдохновляет и вселяет в них веру в то, что они покорят подиум любого уровня. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня праздник скромных, но при этом эрудированных людей. Библиотекари. Считается, что они одни из самых начитанных. Мы же в их профессиональной празднике и на фоне сегодняшней тенденции возрождения любви к чтению решили узнать, любят ли в принципе читать барнаульцы и посещают ли они хотя бы иногда библиотеки. Книги читаете? Да. В электронном формате или так и так? А какая последняя книга, которую вы прочитали? Я перечитала «Мастер Мордейтер». А любимая какая книга? Москва. Как часто вы посещаете библиотеку? Ну, в последнее время очень редко, но в целом довольно часто. Вообще не пришло. Библиотеки должны оставаться, но должны и модернизироваться. Ну, я больше читаю такие, как книги, сказать, о самопознании. Ну, вот Майкл Ньютон «Путешествие души» вот я читал. А как вы считаете, вообще в век интернета нужно читать книги? Да, конечно, нужно. Ну, как минимум, мне кажется, на своем опыте могу сказать, многое невозможно для своего лексикона почерпнуть из обычной жизни либо вот из правил русского языка. Вот сейчас новые знания какие поступают. Допустим, это не книга, не переплет, а уже в каком-то интернете какая-то публикация идет, статья. Мне кажется, книги все равно никогда не выйдут из моды. Порядка тысячи юных дзюдоистов со всей Сибири, а также из других регионов России и стран ближнего зарубежья боролись за звание лучших в Барнауле. Здесь прошел 20-й детский международный фестиваль, посвященный памяти Владимира Шкалова. За накалом страстей следила и наша съемочная группа. Так начались первые схватки 20-го детского международного фестиваля дзюдо в Сибирском федеральном округе. На турнир приехали 999 спортсменов не только со всей Сибири и других регионов России, но и из стран ближнего зарубежья. Очень сильная команда из Красноярска. Их не так много, но они приехали очень много. Это у нас лидеры дзюдо в Сибири, Красноярский край. Ребята из Казахстана, некоторые достойные, некоторых можно и нужно побеждать. Я сейчас победил. Поделись впечатлениями. Впечатление? Я взял верхний захват и бросил. Дзюдо для меня это вообще вид спорта, которым я живу. То есть я не могу без этого вида спорта. Я хожу каждый день на дзюдо. Мне честь быть вот здесь, в Барнауле. Я приехал на соревнования, чтобы побеждать. У Егора из Красноярска в 9 лет, 18 медалей, 4 кубка и зеленый пояс. Дзюдо он занимается уже 5 лет. Готовится полуфиналка и боя на Джаба. А двум алтайским спортсменам пришлось нелегко. Братья-близнецы Бондаренко вышли на татами и оказали сопротивление друг другу. Мне нормально, я буду за третье место. Я проиграл за выход в третье место. Сложно против друг друга бороться? Да. В такие моменты немаловажна работа тренера не только на татами, но и за его пределами. Я считаю, главное, чтобы они научились терпеть. Если они терпят, выполняют задания тренера, все у них получится. Вот именно усталость, боль, то есть не опускать руки после неудач. Обычно все ученики, которые у меня рано начинали побеждать, они или уставали от побед, или когда наступали трудности, они опускали руки. А вот чемпионами, мастерами становятся те, которые действительно... Сперва у них не получалось, но они терпели, старались, догоняли, обгоняли. Фестиваль провели в память о чемпионе мира по самбо Владимире Шкалове, который внес значительный вклад в развитие дзюдо в Алтайском крае. Замечательная борьба, хороший темп, и сегодня турнир единственный минус, что он проходит в памяти нашего друга, вашего земляка, алтайца, заслуженного мастера спорта, вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Дмитриевича Шкалова. Но, Владимир Дмитриевич, заложенные им основы детского спорта, основы детского воспитания, они сегодня продолжаются, и сегодня замечательное мероприятие мы наблюдаем. Порядка 130 финалистов уехали домой с медалями, кубками. Также выделили отдельные награды для лучших алтайских спортсменов. Призы за лучшую борьбу, лучшую технику и за волю к победе. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. И в продолжении спортивных новостей на местном стадионе «Динамо» в конце наконец-то провели первый домашний матч. Из-за плохого состояния газона долгое время это было невозможно. Но после определенных работ на зеленом поле комиссия разрешила его использовать. Как прошла первая игра на обновленном газоне, расскажем далее. На игру с кировским «Динамо» у нашей команды настрой был шатким. Во-первых, гости – лидеры турнирной таблицы. Пять побед и одна нищая. У белоголубых же одна победа, три нищие и два поражения. Фаворит Понянчин. Во-вторых, уход из клуба двух лидеров – Завьялова и Хугаева. Психологически повлиял на атмосферу в команде. Однако домашние трибуны гнали местных футболистов вперед. Но гости свое взяли. Забили голы на 25-й и 30-й минутах матча. Во втором тайме психология чисто сработала. Хотя предупреждали, здесь понятно, что «Динамо» Барнаул, первые игры дома, эмоции полезли. И заслужено где-то 5-7 минут удовольствие переладить ситуацию, где на нашу поле игру перевели. И, ну, как следствие, чаще бывает, что забили. Начало второго тайма прошло с преимуществом «Динамо» Барнаул. На 55-й минуте Егор Никифоренко сократил разницу в счете 1-2. Затем игра выровнялась, и гости смогли довести игру до окончательной победы. Волнение определенное присутствовало, как у меня, как у игроков, я думаю. Не волнуйся, не тот, наверное, кому все безразлично. Нам было сегодня не безразлично. Вот, ну, игра была такая, много борьбы. Единобор сверху, внизу толчки, падения. Если бы мы играли в первом тайме так же, как и во втором, ну, я думаю, что результат был несколько другим. Следующий матч футболисты «Динамо» Барнаул проведут на выезде 2-го июня против дублеров «Урала» из Екатеринбурга. А дома «Динамовцы» сыграет 8-го июня с «Акроном-2» из «Тольятти». Дмитрий Дроздов, день с толком. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните. Если у вас есть актуальные и интересные новости, через несколько секунд о погоде, мира и добра, всем до встречи. Продолжение следует...